Свой 98-й день рождения отметили зеленые фуражки, так изданно называют представители пограничных войск. Хотя без преувеличения можно сказать, что история данного рода войск исчисляется сотнями лет с момента возникновения первых пограничных застав. О субботних празднованиях в Самаре Николай Козлов. Стреляет как ковбой и бегает как скаковая лошадь. Так армейский фольклор описывает пограничников. И доля правды в этой шутке есть, ведь длина сухопутной границы России превышает 20 тысяч километров. И чтобы ее надежно защитить, надо быть в прекрасной физической форме, обладать твердой рукой и метким глазом. Но граница России это не только горы, реки, леса и степи. Свыше 38 тысяч километров российских рубежей охраняют пограничники морские. И отмечая день пограничника на площади Славы, самарские ветераны МЧПВ вспоминают свою героическую службу. Как и все охраны государственной границы, были случаи, когда приходилось с корабля на шхуну прыгать на ходу на задержание. И такие моменты были неоднократные. Ну и в результате этого был высоко очень оценен правительство с наградой за отличие в охране государственной границы СССР. В этом году погранвойска отмечают 98-летие со дня создания. Празднование на площади Славы в столице региона организаторы правительства Самарской области и отряд погранконтроля по Волжье посвятили круглой дате. 75-летию подвига тех, кто во время Великой Отечественной войны первыми вступил в бой с фашистами. Разрешите от имени губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, правительства Самарской области, поздравить вас с праздником профессиональным, пожелать вам успехов в боевой подготовке, здоровья, удачи. А ветеранам пограничной службы пожелать успехов в деле подготовки новых пограничников в деле патриотического воспитания. Военно-патриотическое воспитание «Зеленые фуражки» наладили успешно. Яркий пример – военно-патриотический клуб юных друзей-пограничников, созданный на базе третьей школы города Похвестнево. Его лучшим воспитанникам вручили символ погранвойск – зеленые береты. По традиции мероприятие завершилось торжественным маршем и возложением цветов горельефу скорбящей родины матери. Николай Козлов, Александр Ерофеев, Новости губернии.